Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Студенты Карагандинского колледжа искусств имени Татимбетта вынуждены учиться в три смены. Об этих и других трудностях педагоги рассказали Акиму области Ерлану Кушанову. Министр здравоохранения Ельжан Бертанов встретился с пациентами поликлиники номер 3 Караганды. Высокопоставленный гость выслушал жалобы карагандинцев и разъяснил правила обязательного медицинского страхования. С 1 января пенсионер за пенсионером будет платить за вас, работодатель уже с 1 июля начнет платить. В мечеть как на работу. Бездомный инвалид второй группы Жанат Бесенбеков просит милостыню у карагандинской мечети. Он стоит в очереди на жилье, вот только не в Караганде, а в Жанаркинском районе. В республиканской газете Егемен Казахстан вышла программная статья президента страны Булашака Бахдар Рухани Жанру. Глава государства отмечает, что духовное возрождение Казахстана началось не сегодня. За годы независимости проделана большая работа. Но теперь предстоит сделать еще больше. Глава государства призывает казахстанцев отказаться от многих прежних привычек и правил, соблюдая культуру, прийти к новым открытиям в экономике, культуре, межнациональных отношениях. В статье также говорится о необходимости расширения границ национального самосознания, при этом сохранив главное в национальном менталитете. Главной новостью статьи стал переход казахского языка на латинский алфавит до 2025 года. Президент отметил, что у молодого поколения новый алфавит не вызовет затруднений, так как школьники учат английский язык. Мы попросили прокомментировать статью известного культурного деятеля Караганды и директора казахского драматического театра имени Сакена Сифулина Сансызбая Бекпулатова. Он поделился своим мнением касательно грядущих перемен в культуре и духовном развитии страны. Статья президента Нурсултана Абишевича Назарбаева является историческим показателем культуры нашего народа и примером для подрастающего поколения. В статье раскрываются конкретные цели, поставленные перед страной. Когда национальная культура, наши понятия и восприятие мира станут конкретными и точными, мы станем лучше. И если взять отдельно сам театр, то культурная сцена – это тоже большая школа, воспитывающая любовь к стране. Президент страны обозначил основные направления государственной политики в сфере развития культуры и духовности. Обновление и переоснащение учебных заведений культуры сегодня являются задачей первостепенной. Студенты единственного в области колледжа искусств имени Татсимбета вынуждены обучаться в спартанских условиях. Здание, которое арендует учебное заведение, не приспособлено для проведения занятий. Нередко около 50 учащихся занимаются в тесных кабинетах. Зачастую занятия проводятся в общежитии, а экзамены музыканты сдают в коридорах. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов проинспектировал колледж и выслушал жалобы педагогов. Вот так друг возле друга, почти в притирку, вынуждены заниматься студенты. Огромные и старые инструменты, ужасная акустика в залах и трехсменный график. А в здании, предназначенном для 350-400 человек, сейчас обучаются порядка 600 учащихся. Еще 200 человек составляют педагогический коллектив. Учителя не скрывают, что экзамены некоторые студенты сдают прямо в коридоре. Для того, чтобы опросить детей, мы можем частями в течение всего целого урока, тратя на это время, завести только четверых, потому что у нас условия не позволяют. За последние 10 лет колледж кочевал 4 раза. Собственного здания у педколлектива нет. Его сейчас занимает Карагандинский областной суд. Музыкальные произведения, классиков дети служат на старых пластинках и ленточных кассетах. Спортом студенты тоже не занимаются. Зала нет. У нас есть вот такие магнитофоны, до сих пор сохраняются вот такие бомбины. Посмотрите, вот Щековский пиковый дам. Решить проблему со зданием в управлении образования не в силах. Главный педагог области просто разводит руками. В данный момент этот вопрос решить не представляется возможным для нас. Выслушав жалобы педагогов, Аким области пообещал помочь им. Однако строить новое здание однозначно не будут. Я считаю, вопрос надо решать. Сразу сейчас обещание я, наверное, не должен давать, но решение найдем. Аким области также отметил, что президент страны уделяет большое внимание сфере культуры и вопросам поддержки талантливой молодежи. Продолжение следует... В этом году колледжу искусств исполняется 65 лет. В преддверии юбилея педагогический коллектив учреждения мечтает о новом здании. А.М. Амрина, Улжас, Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Министр здравоохранения Ельжан Бертанов лично разъяснил карагандинцам правила обязательного медицинского страхования. Сегодня высокопоставленный чиновник в коде рабочего визита в нашу область встретился с пациентами и коллективом поликлиники номер 3. Также главный медик страны проинспектировал карагандинский фармацевтический комплекс и нейрореабилитационный центр «Луч». Министр здравоохранения лично проконсультировал пациента в третьей поликлинике. Главный медик страны разъяснил, зачем нужна обязательное медицинское страхование и кто должен за нее платить. В ходе посещения поликлиники он ознакомился с работой единого колл-центра, диспансерного кабинета и оценил новое мобильное приложение для будущих мам. Врачи должны наладить виртуальное консультирование диспансерных больных, отметил Ельжан Бертанов. Это способствует снижению нагрузки на бригады скорой медицинской помощи. Последние зачастую вынуждены выезжать к пациентам и просто выписывать им рекомендации, в то время как срочная госпитализация может потребоваться другим экстренным больным. Результаты такого лечения, такого подхода они дают знать. То есть снижается нагрузка в связи с обострениями, снижается нагрузка на скорую помощь, но и самое главное, качество лечения гораздо выше. То есть общие показатели улучшаются. Все это в значительной степени привязано к информационным технологиям. Также министр посетил Карагандинский фармацевтический комплекс. Он ознакомился с работой цеха по производству генноинженерных препаратов. К слову, это единственный завод в Казахстане, который занимается выпуском подобных медикаментов. Сам цех оснащен по последним европейским требованиям GMP. С производительностью цеха до 4 миллионов упаковок в год. Цех был запущен в 2015 году. В настоящее время в Карагандинском фармкомплексе построен склад на более тысячи палетомест. Лаборатория биохимическая, которая в Казахстане единственная в своем роде. Все препараты, выпускаемые на данном предприятии, включены в перечень жизненно необходимых. Спрос на них гарантирован министерством, подчеркнул Бертанов. Расширение ассортимента лекарств и их бесперебойный выпуск обеспечит низкую себестоимость. Мы гарантируем закуп всех препаратов, которые компания будет производить в течение 10 лет. Вместе с тем есть ряд проблемных вопросов. В части того, что есть задержка по срокам. Где-то эти задержки связаны с экономикой, где-то с дополнительными барьерами. Для нас важно устранить административные барьеры. Мы их обсудили. Я думаю, что срок предприятия будет запущен. Особое внимание министр здравоохранения уделил нейрореабилитационному центру «Луч». Клиника открыта по программе государственно-частного партнерства. По словам Бертанова, подобные медицинские учреждения необходимы Казахстану для улучшения качества медицинской помощи. Андрей Тен, Аймамрина, Исламбекус, Пан Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Бездомный инвалид второй группы, ожидая своей очереди на квартиру, просит милостыню перед Карагандинской мечетью. Сам же он стоит в очереди на жилье в Жанаркинском районе. По категории малоимущих граждан его очередь 83-я. Поэтому неизвестно, когда у инвалида появится собственная крыша над головой. Жанат Безимбеков – инвалид второй группы. В 2005 году инвалид, не имеющий собственного жилья, встал в очередь на квартиру. Но в 2010 году после потери документов оказался вне списка. И зарегистрировался повторно. В ответственном органе говорят, квартиры будут выданы по списку. И каждый очередник будет ждать своей очереди. Вот только незадача получается, когда начнется строительство нового объекта, в Жанаркинском районе неизвестно. Все документы 2005 года сделали недействительными, так как все исчезло. У местных органов власти моих подтверждающих документов не оказалось. В то время, как сейчас электронных баз, как в ЦОНИ, не было. Теперь 7 лет стою в очереди после перерегистрации и не знаю, когда получу свою квартиру. Сейчас инвалид снимает временную квартиру у знакомых. По словам Жаната, хозяин квартиры очень добродушно к нему относится. В Карагандинской арендованной квартире Жанат живет уже второй год. И теперь хочет квартиру в городе, так как в селе, по его словам, нет ни врачей, ни больниц. Единственное, чего я сейчас хочу, это получить квартиру от любого Акима. Хочу лежать и жить в собственной квартире. Вся моя пенсия по инвалидности уходит на оплату жилья. Желательно, хочу квартиру в городе, ближе к больницам. На сегодня в Жанаркинском районе для 16 семей строится двухэтажный дом. Когда начнется строительство еще одного объекта, ни жителям, ни властям района неизвестно. Сейчас в Жанарке строится 16-квартирный дом. Когда очередь подойдет, инвалид второй группы, Жанат Бесенбеков, стоящий в очереди 83-й, получит свою квартиру. Пока по этому поводу я ничего не могу сказать. Все ждут своей очереди. Инвалид второй группы имеет доход только за инвалидность, которая составляет 37 тысяч тенге. На оплату квартиры этой суммы не хватает. Из-за этого Жанат каждую пятницу ходит к мечети просить милостыню. Фариза Улбаева, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. По Сакаровском районе Карагандинской области задержан 31-летний подозреваемый в вооруженном разбойном нападении на рейсовый автобус, которое произошло 9 лет назад. 8 ноября 2008 года на автодороге Алматы-Екатеринбург вблизи села Ошаганды неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на пассажиров рейсового автобуса, который следовал по маршруту Астана-Сарагаш. Было похищено имущество пассажиров на общую сумму более 5 миллионов тенге. Спустя 9 лет подозреваемый был задержан сотрудниками криминальной полиции УВД Асакаровского района. Им оказался 31-летний житель Астаны. 11 апреля текущего года в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия правопорядок сотрудниками криминальной полиции Асакаровского отдела внутренних дел задержан уголовный преступник, который находился 9 лет в розыске. Задержание призналось в том, что 8 ноября 2008 года на автодороге Алматы-Екатеринбург вблизи села Ошаганды Асакаровского района совершил разбойное нападение на пассажирский автобус Астана-Сарагаш и украл более 5 миллионов пассажиров. На данный момент задержанный в одворенном изоляторе не имел содержание, проводится расследование. Полным ходом идет внедрение обязательного социального медицинского страхования. Сумма взноса будет составлять около 17 тысяч тенге в год. Врачи заявляют, что в экстренных случаях медицинская помощь будет оказываться даже без наличия страховки. С 1 июля вступает в действие смешанная система финансирования здравоохранения. Оплачивать медицинское страхование за наемных работников будут их работодатели. За экономически неактивное население осуществлять взносы будет государство. Самозанятые граждане будут производить оплату сами за себя. Сумма взноса медицинского страхования не будет превышать 12 минимальных заработных плат. Человек, который обращается в поликлинику, его проверяют по РПН, его проверяют по ИГО, определяют его статус. При обращении в поликлинику достаточно знать ИНН данного пациента. Набирают ИНН, по ИГО выходит его статус. Или это выходит работающий человек, за вас оплачивает страховые взносы работодатель. Или же это социально защищенный слой населения, это наши 12 категории населения, за которые будет оплачивать государство. В 1996 году в Казахстане уже была попытка введения медицинского страхования. Однако из-за неуплаты взносов за неработающее население программу свернули. И для того, чтобы не возникали такие проблемы с самозанятым населением, медики намерены вести особую работу. Если у нас население от 18 до 60, вот сейчас мы выгрузку сделали, это население составляет 45 тысяч населения. В это население 45 тысяч, это работающее население тоже входит. А теперь мы должны из этого населения выбрать самозанятое население, которое не работает, которое непродуктивно самозанятое население, и работать с ними. Для того, чтобы с 1 января 2018 года они могли получать бесплатную медицинскую помощь по системе обязательств социально-медицинского страхования. Как заявили медицинские работники, в страховой пакет будут включены такие услуги, как оказание первичной медицинской помощи в любом медицинском учреждении, заключивший контракт с фондом, получение бесплатно лекарственных средств, оказание плановой медицинской помощи и сестринский уход. Андрей Тен, Ажара Гибаева, Исламбекус, Пан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Мир глазами молодых художников. В Караганде стартовала ежегодная отчетная выставка лучших работ начинающих живописцев Школы искусств номер 2. Около 300 картин украсили стены Карагандинского областного музея изобразительного искусства. На выставке можно заметить становление юных талантов в искусстве. Вниманию зрителей представлено 300 работ разных декоративных конструкций. Разнообразные картины, живописные работы, выполненные в разных техниках и стилях, демонстрировали свои работы в этот день и старшие и младшие классы Школы искусств номер 2. Одна из них – выпускница нынешнего года Анна Мирошниченко. Для девушки это заключительная выставка в качестве школьницы. И свою работу она решила посвятить первым шагам в искусстве. В школе искусств я обучаюсь с первого класса. Первые несколько лет я ходила на фортепианное отделение, что, собственно, меня вдохновило на создание этой работы. А затем с пятого класса я перевелась на художественное отделение. И мне очень нравится. Я часто участвую в различных конкурсах международных, преспубликанских, городских. И мне очень нравится это, поэтому я планирую связать в дальнейшем свою жизнь также с ИЗО. Возможно, я пойду на дизайн. Скорее всего, каргу, может быть, полетях. Еще не решила. На выставке можно встретить разные взгляды, начиная от взрослых и заканчивая детским восприятием мира. Первоклассники не скрывали радости от своей первой выставки. Среди них и Анастасия Телелейко. В художественную школу ходят уже второй год. На выставке представлена ее работа «Ночной город». По словам Насти, на создание картины ушло два дня. Как бы мы для начала накладывали полосочки фиолетовые и голубой-синий. И потом мы сделали как бы открыточку, выложили, и получилось с две стороны. И вот она подсохла, и мы начали рисовать черным маркером. Там эта кошка, которая сидит на мосту. Я считаю, что я заслужила, чтобы моя картина висела на выставке. И я очень рада, что моя картина висит здесь, перед всеми. Все на нее смотрят. Я очень-очень рада этому. Молодые художники выполнили работы в разных жанрах. Это анималистика, портреты, пейзажи и натюрморты. Работы абсолютно разные. Одни ищут вдохновение на просторах интернета, другие придерживаются традиции. Пишут картины с натуры. Праздник наших учеников, их родителей. Потому что любая выставка – это, конечно же, праздник. Тем более в таком музее, где не только дети, но и взрослые художники почитают честь выставлять свои работы. Но данная выставка очень плодотворная. Здесь представлено очень много работ и по академическому рисунку, по живописи, по станковой композиции, декоративно-прикладного искусства, скульптура. То есть перечень, объем очень большой. И работы, в принципе, разнообразные. Также стоит отметить, что все участники выставки являются членами клуба ЮНЕСКО. Для любителей живописи двери областного музея изобразительного искусства открыты до 21 апреля. Фариза Улбаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. 12 апреля отмечается Международный день космонавтики. 56 лет прошло со дня первого полета человека в космос. Для всех карагандинцев этот день особенный, поскольку именно с карагандинской земли вот уже полсотни лет ведется покорение космоса. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур был совершен первый запуск пилотируемого космического корабля «Восток» с первым космонавтом на борту. Этот полет длился всего 108 минут, но стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а день 12 апреля стал отмечаться как Международный день космонавтики. Шахтерскую столицу, город Караганда, не случайно называют космической гаванью. Именно в Карагандинской области расположен космодром Байконур. На сегодня это единственный в мире космодром, с которого осуществляются запуски пилотируемых космических кораблей. Пожалуй, самую полную информацию о космических исследованиях можно получить в областном краеведческом музее. Истории покорения космоса здесь посвящен отдельный зал. Центральные экспонаты – это личные вещи первого казахстанского космонавта Тохтара Убакирова. Отдельные стенды посвящены и другим казахским покорителям космоса – Талгату Мусабаеву и Айдыну Аймбетову. Вот летная книжка студента Армавирского военного училища у нас есть, кител Тохтара Убакирова есть. И у нас очень много есть книг, посвященных именно Тохтару Убакирову. Личные вещи имеются. Но это все у нас представлено в нашей экспозиции. Также у нас имеется герб, он хранится, но на сегодняшний день мы его выставили на выставку, который несколько раз побывал в космосе вместе с космонавтами. Вот он у нас стоит внизу с автографами. Сегодня все космонавты, которые возвращаются на Землю, первую пресс-конференцию дают неизменно в Карагандинском аэропорту. В самом городе имеется немало мест, посвященных космонавтике. Это в первую очередь площадь Гагарина, на которой установлен памятник первому космонавту и стелла, символизирующая полет в космос. На некоторых домах имеются мозаичные картины на космическую тематику – наследие Советского Союза. А что нынешние карагандинцы знают об этом дне? Сегодня праздник. Сегодня то, что праздник, понятно. Но мы об этом только узнали. Сегодня праздник. День космонавтики. Сколько исполняете? Какие космонавты знаете? Гагарина, естественно. Первый космонавт наш, и доктор Абакиров, да, по-моему. Ой, много, если начать пересчислять. Гагарин, Титов, Терешкова, Леонов, доктор Абакиров, Талмат Мсабаев. Сегодня количество космонавтов во всем мире исчисляется сотнями. Но эта профессия по-прежнему остается одной из самых героических. И по-прежнему все пилотируемые космические полеты связаны с Байконуром и Карагандинской землей. Андрей Тензак, Сулгнуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саввулмстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова